Как гориллы реагируют на встречи с другими животными? Почему их знаменитые удары в грудь это совсем не то, о чем мы думаем? И какой необычный способ развлечения придумали приматы? Смотрите в этом выпуске! С вами Смарт Пицца, и сегодня я расскажу вам самые интересные факты о гориллах. Дисней Уорлд Там даже место под вольер с гориллами нашлось. И как и подобает волшебному месту, в этом самом вольере тоже происходит кое-что странное. Непонятным образом, одна маленькая змейка пробралась в вольер к целому семейству горилл. Те, конечно же, сразу это заметили и сбежались в угол к гостю. Змея опряталась в сене, и найти ее быстро не получилось. Но в конечном итоге гориллы таки добились своего. Вот только что им это дало? Они по-прежнему боялись дотрагиваться до этого создания, и правильно делали. На этом моменте видео оборвалось, но если верить комментариям его автора, в скором времени к месту прибыли работники парка и спасли ползучую. Кстати, мы как-то резко перешли к моменту с гориллами, совсем позабыв представить наших сегодняшних гостей. А они ведь этого совершенно точно заслуживают. Гориллы – род обезьян, включающих самых разных современных представителей отряда приматов. Впервые они были описаны в 1847 году на примере западной гориллы. Рост взрослых самцов обычно не превышает 175 сантиметров, хотя встречались и двухметровые особи. Масса же горилл обычно более 150 килограммов. Причем это относится к самцам, самки весят в два раза меньше. Живут эти атлеты от мира животных до 50 лет, обычно группами по 5-30 особей. Такая семья, как правило, состоит из одного вожака, его личного гарема из самок, а также детенышей. И не думайте, что самцу этого много, и он не справится с защитой такого количества особей. Природа дала ему для этого все самое необходимое – клыки длиной по 5 сантиметров, стальные мышцы, а также поразительную для таких габаритов ловкость. Чтобы вы понимали, это создание может тягать веса около тонны и прыгать при этом на расстояние более метра. Неудивительно, что прочие хищники, вроде крокодилов или леопардов, стараются обходить наших красавчиков стороной. Хотя, погодите, почему я сказал «прочие хищники»? Горилла ведь никакого отношения к убийствам ради еды не имеет. Да, она может съесть какое-то мясо, особенно если речь идет про неволю. Но в естественных условиях такая еда составит лишь самую малую долю от общего рациона. В основном же горилла получила такие поразительные возможности сугубо на растительной пище. Гориллы также используют в питании различные минеральные добавки. Поедают, например, некоторые разновидности глины, компенсируя тем самым недостаток солей в пище. Пить гориллам почти не приходится. Сочная зелень и без того содержит достаточно влаги. Поэтому они спокойно избегают контакта с дождем и совершенно его не ждут. А еще, вопреки распространенному мнению, гориллы совсем не агрессивны. Это спокойные и миролюбивые создания, что отчасти объясняется их искренней любовью к растительной еде. Нападать первыми явно не про них. Но вот если враг пришел к ним на территорию или тем более проявляет агрессию, то тут горилла с удовольствием включит свой скилл бойца на максимум и покажет всю мощь. Хотя, если гориллу никто и ничто не провоцирует, она с удовольствием пропустит тренировку в зале и вместо нее спокойненько потанцует. Прямо как на этих кадрах. Перед вами животное по кличке Зола, которое живет в зоопарке Далласа. Здесь оно принимает душ и, как вы можете заметить, сильно этому радуется. И правда, разве это не здорово, плескаться в водичке? Зола – это суровый самец, альфа, который в свободное время, когда никто его не видит, вот так вот развлекается. Обычно самым суровым и жестоким существам свойственно именно такое поведение, когда за ними не наблюдают. Кстати, об альфе, или же главе семейства. Оказывается, его довольно просто отличить от остальных обезьян. Помимо размеров и титанической силы, его выделяет строение черепа. У него есть гребень, в науке именуемый Сагитальным. Он-то и делает головешку примата, похожей на прямоугольник. И пусть кто-то только попробует усмехнуться в его адрес. Сказать, что это некрасиво, наглец тут же получит порцию воспитательных людей. Благодаря удлиненной форме черепа увеличивается и площадь жевательных мышц, а значит, укус у альфы гораздо сильнее, чем у других. Но и обычных горилл со счета списывать не стоит. Как я уже говорил, они питаются преимущественно растительной пищей, поэтому мощные зубы им необходимы. Как еще пережевывать прочные волокна растений? К тому же, у горилл есть жизненно необходимый ежедневный квест, цель которого – съедать до 34 килограммов растительности. Самкам в этом плане повезло чуть больше. Их план ограничивается отметкой в 18 килограммов. Кстати, мы сейчас заговорили про то, сколько гориллы ежедневно едят, и я почему-то вспомнил о запрещенных веществах и эффекте от них. Даже не спрашивайте, как я к этому пришел. Это безусловно вред, зло и то, что никогда и ни при каких условиях не стоит пробовать. Но, тем не менее, знали ли вы, что необычный эффект интересует не только людей, но и горилл? Конечно, они не добывают себе ничего запрещенного и не засыпают в нос или пускают по венам. Гориллы придумали более щадящий и, на самом деле, вполне легальный способ отвиснуть в прямом и переносном смысле слова. Для этого приматы проводят подобный ритуал. Ученые уже давно замечали столь странное поведение горилл, но долго не могли понять, с какой целью те этим промышляют. В поиске ответа на вопрос помогло, как обычно, исследование. Согласно ему, вращение служит самодостаточным средством изменения телесно-психической реакции у гоминидов. Ученые установили, что человекообразные обезьяны совершали в среднем 5,4 оборота за один подход. Средняя скорость вращения составляла 1,4 оборота в секунду, максимальная – от 3,3 до 5 оборотов в секунду. Обычно приматы делали три подхода. При этом наибольших скоростей они достигали, когда висели на лианах или веревках в зоопарках. Все это довольно ясно указывает на то, что подобное развлечение отнюдь не случайно. Обезьяны достигали скоростей, достаточных для изменения самовосприятия. Также было установлено, что ведущие древесный образ жизни орангутанги за счет лучшей адаптации к укачиванию висели дольше горилл и часто вращались с большей скоростью. Вот так и получается, что хитрые гориллы и другие приматы нашли способ законного расслабления, который дарит им приятное укачивание и затуманивание разума. Ну а что, это всяко лучше запрещенных веществ, согласны? Кроме всего, способ отдыха, о котором мы говорили ранее, имеет совсем короткий эффект. Таким образом, горилла может успеть расслабиться и уже через пару минут быть во всеоружии, такой же сильной, чуткой и заботливой, как всегда. Да, я сказал заботливой. Если это слово показалось вам чуждым гориллам, то просто взгляните сюда. Крошечная птичка упала в вольер горилле, и людям, снимавшим все это на камеру, казалось, что все, горилла подойдет и, я не знаю, съест пернатую на месте. Ну или, как минимум, накажет ту за посягательство на чужую территорию. Но нет, животное в очередной раз продемонстрировало общественности свой потрясающий интеллект. Проверила пернатую на предмет повреждений, подумала, что оно может ей сделать, осознала, что ничего, и просто отошло подальше, чтобы не смущать спасателей, работающих в парке. К слову, птичка оказалась спасена, и это в том числе из-за гориллы, которая никак ей не навредила. Вообще, забота у горилл в крови. Особенно она заметна, как ни странно, со стороны самца. Он невероятно чуток к каждому своему собрату, ко всем членам стаи, следит за детенышами, чтобы те по юности и глупости не попали в передрягу, защищает самок от врагов и от стычек друг с другом, а также в целом ведет себя так, как и должен настоящий глава семейства. Посмотрите, например, с какой заботой самец на этом видео защищает свою самку во время землетрясения. Это же просто удивительно. В конце концов, к слову, с приматами все было хорошо. Самка, самец и их детеныш, который в первых секундах запрыгнул наверх, остались целы и невредимы. Кстати, о детенышах. Половая зрелость у самок наступает в 10-12 лет, у самцов – на год позже. Примерно раз в 3-5 лет самка рожает одного детеныша, и тот остается с матерью по меньшей мере до появления следующей юной гориллы. Новорожденный весит всего около 2 килограммов, а беременность самки длится около 8,5 месяцев. За всю жизнь самки рождают на свет не более 5 крох, с каждым из которых они не расстаются по 3 года. Вот теперь думайте, каково живется самкам горилл, когда они треть своей жизни проводят в роли нянек. А живется-то им припеваючи. Если верить ученым, будь у мам горилл такая возможность, они бы вообще с детенышами не расставались. Но долг перед семьей обязывает их производить новое потомство для продолжения рода. Поэтому спустя 3 года детеныш перестает сидеть с мамой 24 часа в сутки и просто проводит время с родной стаей. Ну а стая, прошу помнить, не резиновая. Бесконечно много ртов кормить не получается. Поэтому повзрослевшие особи частенько образуют свою новую семью и освобождают место подрастающему поколению. Но есть и те, кому, к сожалению или к счастью, образовать свою полноценную семью в диких условиях не удается. Ведь их забирают в различного рода парки. Радует лишь то, что добросовестных работников в таких местах еще хватает, и животные проживают относительно счастливую жизнь. Жизнь, за которую они, к примеру, учатся одному интересному звуку, привлекающему смотрителей тогда, когда в этом есть необходимость. Что особенно интересно, ранее подобная способность была обнаружена у певчих птиц, попугаев, калибри, китов, дельфинов, морских свиней, ластоногих и слонов. Как вы понимаете, теперь к этому не особо длинному списку добавились и гориллы. Чтобы установить наверняка, какие именно звуки издают животные, специалисты поместили их в разные вольеры. Недалеко от каждой клетки стоял либо знакомый всем животным сторож с ведром винограда, либо незнакомец. Обоих людей гориллы видели, но, естественно, дотянуться до них не могли. В течение эксперимента было замечено, что когда сторож с виноградом проходил мимо клетки животного, оно издавало странные, едва слышимые звуки. Эти сигналы были в основном одиночными шумами, но в нескольких случаях были частью и более длинной серии из двух-четырех сигналов с интервалом около секунды. Каждый из них был невероятно коротким, но также сопровождался открыванием рта, из-за чего обратить внимание на примата становилось проще. Согласно анализу, эти звуки акустически отличались от обычных криков горилл. Хрюканья, которые они используют в качестве контактных сигналов, и гудения, издаваемого во время приема пищи. Возможно, эти существа умеют придумывать и издавать новые звуки с целью привлечения к себе внимания. А еще, если их никто не слышит, гориллы могут начать бить себя по груди, но это такой, уже старый и годами проверенный метод. Изначально люди считали, что это признак агрессии и раздраженности животного, но позже все тем же нашим любимым экспериментальным методом выяснили, что удары по груди – это способ казаться сопернику больше, сильнее и опаснее. Также, как оказалось, продолжительность и количество ударов не связаны с размером самцов, а вот средняя пиковая частота его отражает. Чем крупнее горилла, тем ниже частота. Низкочастотные звуки распространяются дальше, чем высокочастотные, а значит крупного самца слышно издалека. Более мелкие самцы понимают, что совсем рядом крупный соперник, и могут решить, сражаться с конкурентом или нет. Возможно, звуки удара в грудь также могут привлечь и самку, но это не точно. Вот что совершенно точно, так это то, что гориллам вообще ничего не нужно делать, чтобы привлекать к себе внимание людей. Эти двуногие создания всегда будут рады сунуть нос в личную жизнь примата, поснимать его с самых лучших ракурсов и еще по возможности сделать селфи. К счастью, гориллы не реагируют на столь дерзкое поведение человека и спускают ему это с рук. Зачем ругаться на того, кто по сути тебе вообще никак не мешает, правда ведь? Снимают на камеру, да пускай снимают. Зато стоит горилле двинуться в сторону фотографов, как на этом видео, и все тут же опускают глаза в землю. Вот что значит физическое превосходство, с которым ничего не поделать. Материнские чувства И хоть в плане физической подготовки горилла сильно от нас отличается, как минимум в плане силовых возможностей, в плане материнства у них все так же, как и у нас. Мать горилла сделает все, чтобы защитить и своего, и чужого малыша, ведь они для них такие же цветы жизни. На этом трогательном видео из зоопарка, к примеру, девушка решила показать самке гориллы свое чадо, так сказать, похвастаться среди девчонок. Но она даже подумать не могла, что примат отреагирует настолько заинтересованно. Обезьяна смотрела на ребенка и так, и этак, и с одной стороны, и с другой, старалась прикоснуться к нему. В общем, делала все, чтобы люди увидели, насколько она рада этому пополнению в семье девушки. Почему я так говорю? Мне кажется, за сегодня мы уже успели понять, насколько гориллы – умное создание. Не удивлюсь, если они думают и о таких сложных вещах, как о пополнении в семье человека. А как думаете вы, что это было? Признак удивительного сознания или обычный материнский инстинкт, свойственный почти любому другому животному. Главное, после всех трогательных моментов не загореться желанием отправиться в гости к гориллам и сделать с ними фото на память. А то на эмоциях как-нибудь неправильно двинешься, слишком близко подойдешь и все, пиши пропало. Как ни крути, гориллы в сто раз опаснее остальных животных в Африке, поскольку имеют в своих могучих руках невообразимую мощь. Причем силища, скрывающаяся внутри них, отлично прослеживается даже через подобные видео, где, казалось бы, ничего жесткого не происходит. Обычная стычка двух самцов, которые то ли решили устроить всем гостям шоу, то ли реально что-то не поделили. Но банально от их толчков, от резкости этих движений, молниеносной реакции и ловкости мангуста уже становится не по себе. А на этом все. Напишите в комментариях, какой факт о гориллах удивил вас больше всего. А также ставьте лайк и подписывайтесь. ПОДПИШИСЬ!